В октябре 2016 года губернатор Забайкалья Наталья Ажданова представила новую структуру региональной исполнительной власти. По оценке главы региона, чиновники подобраны с учетом уровня профессионализма, опыта работы и человеческих качеств. Но что-то пошло не так. В прошлом году стало известно, что своего кресла может лишиться министр природных ресурсов Александр Волков. Высокопоставленного чиновника мировой суд признал виновным сразу по двум уголовным статьям. Дело связано с деятельностью Волкова в годы, когда он занимал должность начальника регионального управления Ростехнадзора. Решение суда министр обжаловал и в законную силу оно еще не вступило. Михаил Николаевич, вы считаете себя виновным? Нет, конечно. На дома на версии, ребята. А это теперь уже бывший министр сельского хозяйства Михаил Кузьминов. Необычную пресс-конференцию он дал накануне в Ингодинском суде. А кто тогда виноват-то? В чем? В чем? У меня взрыв мозга. Я не понимаю, в чем кто виноват. В том, что оказываем поддержку сельхозтоваропроизводителям, что министерство думает о них, переживает, подсказывает, рекомендует. За это надо садить? Михаила Кузьминова и его заместителя Ирину Малакшинову, напомню, подозревают в превышении должностных полномочий с причинением ущерба забайкальским сельхозпроизводителям на сумму около 10,5 миллионов рублей. Срок задержания для Ирины Малакшиновой продлили еще на 72 часа. А вот для экс-министра суд избрал меру пресечения ареста 9 апреля, поскольку Кузьминов может оказать давление на свидетелей или скрыться от следствия. Однако его сын, который пришел на заседание, уверяет, отец не пытался бежать. То есть известно, что утром 10 февраля ваш отец написал заявление об уволении и хотел уехать из Читы. То есть с чем? Куда? Он не собирался никуда. То есть это информация, которая есть в семье, о том, что он куда-то собирался уезжать, в семье правде, да? Сказал ты, потому что он не собирался никуда уезжать. То есть не собирался никуда уезжать, да? А скажите еще, пожалуйста, что в состоянии здоровья вашего отца? Слушайте, ну даже в больнице не дают выписку мне, как родственнику, почему я должен вам что-то говорить. Экс-министру Кузьминову также вменяют две статьи. По одной грозит 10 лет лишения свободы, по второй – три года. Уголовные дела объединены в одно производство. Задержание бывшего министра уже прокомментировала губернатор Наталья Жданова. Она отметила, что обвинения предъявлены серьезные, однако определить вину человека может только суд. Артем Кондратьев, Екатерина Гаврилова, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ.